Всем привет, дорогие друзья и подписчики! В этом видео я хочу с вами поделиться рецептом свиной грудинки в луковой шелухе. Такая грудинка получается очень нежной, мягкой, ароматной, а главное вкусной. Всех, кого заинтересовало это видео, желаю вам приятного просмотра! Так, для начала приготовления я беру 100 грамм луковой шелухи и промываю ее хорошо. Шелуху я эту где-то месяц назад начал уже подготавливать. Каждый раз, когда я очищал репчатый лук, я не выкидывал шелуху и собирал. Потому что собирался приготовить грудку свиной. Теперь я перекладываю в кастрюлю с луковой шелуху. Главное брать кастрюлю потемнее, если у вас есть, потому что цвет от лука очень сильный будет потом внутри кастрюли. Заливаю водой. Воды приблизительно беру полтора-два литра. Все, и ставлю на огонь. Добавляю сюда 2 столовые ложки соли. Накрываю крышкой и жду, пока закипит. После того, как луковая шелуха закипела, я добавляю в кастрюлю 3 лавровых листа. Горсть горошин черного перца. Он у меня простой такой, не душистый. Горсть примерно 20-30 штук горошек. Также добавляю сюда 6 зубчиков чеснока. И непосредственно саму грудинку. Я с нее снял кожу. Вот моя грудинка. Свиная. Я с нее уже снял кожу. Потому что это не совсем свиная. Она из какой-то там смеси кабана со свиньей. Поэтому шкура была очень-очень волосатая. Она не такая, как у свиньи. Поэтому мне пришлось ее срезать. И такая вот она тонкая получилась. Грудинка. А так обычно у свиньи грудинка потолще. Кладу грудинку сюда в кастрюлю. И засекаю время. Смотрите, как только закипит, она должна еще провариться, грудинка, 30 минут. Так что, ждем. Полчаса кипения прошло. Теперь я выключаю огонь. И не вынимая грудку, оставляю ее здесь, в этом луковом рассоле, маринаде, пока полностью не остынет. Затем я уберу ее в холодильник. Прям в этой же кастрюле. Тоже, опять же, не вынимая. И так она у меня простоит 12 часов. Так как у меня сейчас вечер, то простоит в холодильнике она у меня до утра. А утром уже будет готовая. Можно будет ее вынимать. По истечению времени, когда настоялась моя грудинка, я ее вытаскиваю на тарелку. Всю шелуху убираю. Вот она красивая. Окрасилась в нужный цвет. Подержал я ее в луковой шелухе всю ночь. После того, как она остыла. Такая красота получилась. Все остальное это не нужно. Это можно выкидывать, выливать. Сейчас одну нарежу и покажу вам, какая она будет. Смотри. Кстати, аромат обалденный. В общем, вот красота получилась у меня. Смотрите. Всем, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Прокомментируйте хотя бы как-нибудь, чтобы я знал, что у меня живая аудитория. Всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и желаю всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!